Итоги встречи трех сторон в Сочи являются позитивными для мирного процесса, являются, конечно, успехом Азербайджана. Самое главное, принято решение о создании механизма по делимитации и демаркации границы. Есть надежда, что будет создана настоящая рабочая группа, которая сначала на карте прочерзит полностью эту границу, а потом на местности непосредственно ее зафиксирует. И после этого часть армянского населения, которая поселилась на территорию Азербайджана и хотят продолжать здесь быть, они после этого уйдут в территорию Азербайджана и территорию Армении, и эта граница перестанет быть точкой напряженности. Конечно, Пашаняну это сложно сделать, но приходится делать. В противном случае армия Азербайджана просто самостоятельно решит эту задачу. Вторая проблема, которая была самой важной проблемой на этой встрече, это открытие транспортных коридоров. Что важно, зафиксировано на том, что нельзя тянуть, а нужно быстрее это делать. Кроме того, Владимир Путин использовал именно термин транспортный коридор, предполагая под этим некоторую экстратериальность этого коридора, которая необходима для того, чтобы защитить людей и грузы, следующие между Нахичеванью, Турцией и Азербайджаном, и дальше на Россию, чтобы они не подвергались террористическим диверсионным атакам со стороны армянских националистических подразделений. Я думаю, что от этой встречи выиграли все три стороны, которые в ней участвовали. Азербайджан со своей стороны, во-первых, добился того, что начнется теперь процесс делимитации и демаркации границы. Причем, что очень важно, он начнется в двустороннем формате. Армяно-Азербайджанская комиссия, где Россия выступает только в статусе консультанта. То есть, в России, видимо, уже тоже поняли, что когда это 100% трехсторонний формат, Армения при любом удобном случае прячется за спину России, а здесь уже у нее не будет такой возможности, она будет напрямую взаимодействовать с Азербайджаном, что тоже очень важно. То есть, двусторонние прямые контакты между официальными структурами сейчас принципиально важны. Россия свою первоначальную миссию в посредническую, в самое сложное время выполнила, и теперь уже пора Еревану и Баку садиться и вместе все решать вдвоем. Недаром Ильхам Алиев говорил, что нам настало время, чтобы учиться жить как соседи. Собственно, теперь на втором году послевоенных процессов самое время заняться этим делом. Что касается Армении, то Армения действительно тоже выигрывает и от этой встречи, и от тех договоренностей, которые были заключены, потому что теперь она сможет сделать еще один шаг к миру. Когда говорил о том, что в конечном итоге мы придем к тому, что будет ситуация, когда мы будем идти к двум договорам. Первый договор о границе между Азербайджаном и Арменией, а второй договор о мире. И тогда, три года назад, казалось, что это какая-то фантастика. Но вот видите, эта фантастика все равно материализовалась, потому что, как сказано в одной священной книге, вначале было слово. И вот эти слова я неоднократно повторял именно азербайджанским СМИ о том, что это когда-нибудь произойдет. Более того, эту встречу, которая сейчас произошла, я также прогнозировал еще летом, когда были бои как раз в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией. Тогда я тоже говорю, что обязательно ближе к зиме состоится встреча трехсторонняя, как раз в составе лидеров России Азербайджана и Арменией. Это четко показало вот эта встреча, что, несмотря на все, будут выполняться те договоренности, которые уже подписаны на других трехсторонних встречах. То есть сранее, которые были подписаны в ноябре 2020 и в январе 2021. Все равно границы между Азербайджаном и Арменией быть. Договору о границе быть между официальным Баку и официальным Ереваном. И я уверен, что в конечном итоге мы пройдем к договору о мире между двумя соседними южнокавказскими государствами.